Как увеличить объем легких? Упражнения для увеличения и развития объема легких. Доброго времени суток! Сегодня мы рассмотрим некоторые упражнения, позволяющие увеличить объем легких. Дыхание, дыхалку, есть другие названия, но медицинские термины не главное. Самое главное, что научиться дышать надо не только спортсменам для достижения серьезных результатов. Им это просто необходимо, но и просто для полной и счастливой жизни. Увеличение объема легких способно облегчить дыхание астматикам и аллергикам, а также курящим и бросившим эту дурную привычку людям. Регулярно выполняя наши упражнения, вы не только оздоровите собственный организм, но и сумеете поддерживать его в отличном тонусе. Прежде чем приступить к рассмотрению и описанию упражнений, позволяющих увеличить объем легких, давайте рассмотрим, что это такое. Среднестатистический объем легких. Объем легких, или как ее называют медики, легочная емкость, представляет собой весь объем воздуха, выходящий через наши легкие во время полного вдоха и выдоха. Объем легких может быть даже измерен напрямую. Это количество воздуха при вдохе после максимально глубокого выдоха. Объем легких у обычного человека составляет 3-3,5 литра, у пловцов 5 литров, у дайверов 7 литров, что является практически максимально возможным объемом легких для среднестатистического человека. Естественно, мы обычно используем только малую часть этого объема при нормальном дыхании. Нормальный дыхательный объем – это объем воздуха, проходящий через легкие во время спокойного вдоха и спокойного выдоха, а средний человек делает 16-20 вдохов в минуту. Факторы, влияющие на объем легких. Люди, живущие на уровне моря, имеют меньше объем легких, чем люди, живущие на большой высоте. Это связано с тем, что атмосферное давление меньше на большой высоте. В результате распространение кислорода в кровь затруднено. Тело, адаптируясь к ситуации, повышает проводимость кислорода тканями. Также считается, что девушки по физиологическим причинам и строению тела имеют немного меньше объем легких, чем мужчины. Ну и естественно, при курении стенки легких становятся менее эластичными, а при воспалении легких вообще безвозвратно теряется какая-то часть легочных пузырьков. Виды спорта, позволяющие увеличить объем легких. Развитию легких способствуют занятия теми видами спорта, которые предполагают аэробную нагрузку, а также специальные упражнения. К аэробным видам спорта относятся бег, спортивная ходьба, велосипедный спорт, плавание, лыжные гонки, конькобежный спорт, биатлон, гребля, альпинизм, йога и многие другие. Также подходят для этого и тренировки по многим видам боевых искусств, о которых есть даже целая книга на нашем портале, ссылку на которую я оставлю под видео. Почти все интенсивные тренировки, характерные для данных видов спорта способствуют развитию и укреплению сердечной мышцы, увеличению объема легких и многому другому. Наиболее положительное влияние оказывает плавание. Кстати, именно плавание считается одним из самых безопасных и гармонично развивающих все тело видов спорта. Именно в процессе тренировок по плаванию и тем более глубоководному погружению спортсмены вынуждены надолго задерживать дыхание, что приводит к увеличению объема легких. Существует огромное множество методик и упражнений по увеличению объема легких. В этом видео мы рассмотрим наиболее эффективные и простые упражнения. Упражнения для развития объема легких Почему именно реберные мышцы? Спросите вы. Потому что именно реберные мышцы отвечают за раздвижение ребер, что в свою очередь позволяет использовать весь объем легких. Наверное, самые популярные, да и одни из первых и самых лучших упражнений для развития легких и реберных мышц пришли к нам из йоги. Но сегодня они практикуются пловцами и представителями других видов спорта. Обычно это резкие и частые вдохи-выдохи. Упражнения для реберных мышц Первое. На протяжении 1-2 минут делать очень резкие и частые вдохи-выдохи. Через какое-то время можно увеличить длительность упражнения. Важно помнить, что во время таких вдохов-выдохов может быть потемнение в глазах, а также даже потеря сознания. Поэтому следует быть внимательным и аккуратным с данным упражнением. Второе. Постарайтесь на выдохе выдавить из легких максимальное количество воздуха, после чего сделать вдох в несколько приемов, через небольшие промежутки. В конце вдоха задержать дыхание на максимально возможное время. Третье. На вдохе досчитать до 10. Вдохнуть еще немного воздуха, после чего снова досчитать до 10. Сделать это необходимо столько раз, сколько позволит ваш объем легких. То же самое повторить на выдохе. Упражнения для увеличения объема легких. Прежде чем приступать к упражнениям, необходимо убрать из легких весь застоявшийся воздух. Итак, приступим. Лягте на спину, выпрямитесь, медленно вдыхайте, выпячивая живот. Следует дышать настолько медленно, чтобы звук дыхания было почти или вовсе невозможно услышать. Заканчивая выпячивать живот, начинайте расширять грудную клетку вперед и вверх. Это один полный вдох. Таких вдохов следует сделать штук 5-7. Вот мы и убрали весь застоявшийся воздух. Теперь можно приступать к упражнениям по увеличению объема легких. Первое. Глубокое дыхание. Глубокий вдох нужен для того, чтобы увеличить способность легких принимать больше кислорода с каждым вдохом. Полностью выдохните. Так, чтобы в легких совсем не осталось воздуха. Это позволит поступить обогащенному кислородом воздуху со следующим вдохом. Ведите отсчет вслух, до тех пор, пока не почувствуете, что больше не можете считать. Это и будет означать, что ваши легкие полностью пусты. Позвольте вашей диафрагме спокойно опускаться, но при этом сохраняйте расслабленными мышцы живота. Ваш живот будет расширяться, в то время как диафрагма опускаться. Это даст больше места легким и позволит им больше наполниться воздухом. Вдох производится в два счета. Поддерживайте это соотношение постоянно. Как быстро увеличить объем легких 2. Дыхание с сопротивлением Чтобы еще быстрее увеличить объем легких, можно попробовать тренировать дыхание физически. То есть дышать с сопротивлением. Для этого дышите сначала нормально, через нос. Сделайте несколько глубоких вдохов. Выдохните через рот, лишь немного сомкнув губы. Откройте их чуть-чуть, так, чтобы немного воздуха могло выйти с сопротивлением. Постарайтесь делать это как можно чаще, чтобы легкие привыкли к тому, чтобы удерживать воздух. Таким образом они увеличатся. Еще один способ достичь этого же эффекта – надувать воздушные шары. Третье. Дыхательные упражнения на увеличение объема легких в воде. Для более эффективного выполнения упражнения на дыхание и его силу в воде, рекомендуется делать его в открытом водоеме, реке, озере или море. Если же по каким-то причинам у вас нет такой возможности, то это упражнение можно проделывать в бассейне. Погрузитесь в воду по шею и задержитесь на плаву. Просто размахивайте руками и ногами в воде. Если не можете – не беда. Достаточно зайти в воду по шею так, чтобы вы ногами чувствовали дно. Из-за сжатия вашей грудной клетки водой вы сократите потребление воздуха на 25%. В результате чего через некоторое время организм захочет компенсировать недостачу, и вы будете дышать более эффективно. Четвертое. Вдохните больше, чем можете. Вдохните так сильно, как только сможете. Как только вы это сделаете, продолжайте вдыхать воздух маленькими глотками. Почувствуйте, как живот расширяется. Держитесь в таком состоянии в течение нескольких секунд, и затем с силой выдохните. Выдох делайте как можно дольше. Наиболее действенные упражнения для увеличения объема легких Естественно, в различных видах спорта существуют и другие, более сложные специальные упражнения на увеличение объема легких и развитие умения находиться без дыхания довольно долго. Как минимум, у пловцов, тяжелоатлетов, альпинистов и йогов есть свои упражнения, и возможно, мы их обсудим в другой раз. А сегодня мы постарались выбрать для вас именно те, которые подходят всем, без наличия специальной подготовки или тренажеров. Естественно, как уже было сказано, можно просто заниматься активными видами спорта, нормально питаться и жить полной жизнью. Тогда ваше дыхание будет здоровым и сильным. Ведь как минимум, медики давно доказали, что курение и легочные заболевания безвозвратно крадут у нас этот жизненный ресурс. Поэтому в заключении хотелось бы посоветовать. Занимайтесь спортом, живите здорово и дышите глубже. Ну а если вы хотите больше узнать, как увеличивают объем легких и правильно дышат в профессиональном силовом спорте, то у нас также есть отдельное видео об этом. А еще смотрите видео с различными интересными и полезными физическими упражнениями для развития разных групп мышц. Например, о том, как накачать трапеции в домашних условиях. Или как научиться подтягиваться на турнике разными способами. На этом все. Всем пока. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok